Вся эта истерия с подготовкой так называемых псевдореферендумов в части Херсонской, части Запорожской, Луганской, Донецкой областях. Как вы это объясняете? Что случилось? Два часа буквально, за два часа ситуация кардинально поменялась. Вы имеете ввиду по референдумам? Да, да. Ну, смотрите, вот референдум, что такое референдум и военная агрессия России против Украины? Это одно из условий транзита власти 2023. А дедушку, диктатор, они не могут убрать, ну, его можно убрать либо в гроб, да, либо на повышение. На повышение это вот сделать из него какого-то там генсейка союзного государства. Поэтому, а сейчас же вы видите, позиции Путина очень слабы. Там Кадыров фактически чуть ли там не дверь, там не указывает, когда его должен будет принять Путин, да. То есть, как бы, Путин, там, военную группировку, ну, имеется в виду группу влияния вооруженных сил Российской Федерации, там, дискредитировала группа ФСБ, наоборот, укрепилась. На временно окупированных территориях, на фронтах контрнаступления вооруженных сил Украины. И, соответственно, все это подталкивает их к тому, что, ну, необходимо все-таки проводить побыстрее эти референдумы, для того, чтобы, во-первых, отправить диктатора, да, на транзит власти, это во-первых. А во-вторых, это то, что, ведь обратите внимание на процесс и структуру, как они запустили эти референдумы, так называемые. Ну, вот вчера, общественная палата, что это такое, я объясню. Ну, это фактически оккупационное учреждение, это есть такая общественная палата в Российской Федерации, это так называемые правильные общественники, которые выражают мнение общественности для власти, да, ну, они были созданы для того, чтобы, ну, как бы там, не говорить, что общественные организации те или иные что-то сказали. Вот, есть общественная палата, туда входят общественники. Вот эти общественники обратились к главарям, пасечнику и Пушилину, а те уже, в свою очередь, показали это как информационный резонанс. И после этого это подхватил Медведев. Вспомните, как было с признанием независимости, так называемых ЛНР, ДНР. Они обратились к парламенту, к Госдуме. Госдума в один день это все рассмотрела, приняла. Путин это все подписал, а через несколько дней уже война началась. Сейчас процедура запущена по-другому. Это свидетельствует о том, что проведение данных псевдореферендума ухлопирует одна из групп влияния в Кремле. Конкретно ее возглавляют как раз вот Кириенко и Турчак. Продолжение следует...